Тепло и особое внимание хранит в себе письмо, написанное от руки. Вспомнить об этом предлагает Гомельская епархия. Уже в десятый раз в приходах епархии в преддверии Рождества Христова проходит традиционная ежегодняя акция «Поздравь Ближнего». 20 декабря Православная Церковь чтит память яркого проповедника и защитника христианской веры, известного во всем христианском мире как одного из величайших богословов своего времени, святителя Амвросия Медиаланского. В этот день высокопреосвященнейший Стефан, архиепископ Гомельский и Жуобинский принял участие в традиционной ежегодной акции «Поздравь Ближнего». В этом году акция отмечает 10-летний юбилей. За это время ежегодно более 5000 человек каждый рождественский сезон открывали свои почтовые ящики, чтобы найти там нечто бесценное. Письмо, написанное от руки, письмо, в котором каждая буква и каждое слово наполнены теплом и заботой. В современном мире мессенджеры стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Развитие технологий принесло нам, несомненно, удобство, и отказываться от использования электронных сообщений кажется неразумным. Тем не менее, и в наши дни бумажное письмо остается невероятно ценным. В акции, проводимой информационным отделом Гомельской епархии, приняли участие огромное количество школьников, студентов и воспитанников детских садов, которые вскоре получат свои заветные и долгожданные конверты. В каждом из них будет теплое поздравление от архиепископа Стефана, а также пожелание друг другу в преддверии прекрасного праздника Рождества Христова. Вот еще один год позади, за нашими плечами. Год грядущий должен принести нам всем радость, любовь, новые знания, семейное счастье, друг ко другу уважение. И от всего сердца поздравляю тебя с Рождеством Христовым. Пусть Господь своей Вифлеемской звездой освящает твой земной путь, чтобы путь этот привел тебя к духовному процветанию, привел тебя к славе Божией. Я выражаю всем вам большую благодарность за то, что вы участвуете в нашей акции «Поздравь друг друга». И пусть эта акция объединяет больше сердец, больше радуйтесь друг другу и живите в этой радости общения с друг с другом. Дай Бог всем крепкого здоровья, помощи Божией и храни вас все, Господи, в Новом году на многое благая лето. Акция «Поздравь ближнего» вносит огромный вклад в жизнь нашего будущего поколения. Ведь бумажное письмо помогает обрести умение выражать свои мысли и чувства в письменной форме, а также заглянуть в свое юное сердце и написать поистине удивительные строки.